Приветствую, доброго времени суток, всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 15-я серия Code Gears, восставший Лелуш. Начали. Серия называется Овация Мао. Прежде всего я хотел бы уточнить, ты мне враг или союзница? С чего вдруг? У этого Мао есть гиас, который позволяет ему читать мысли окружающих, и я прав? Прав. Проявления гиаса меняются в зависимости от личности. В случае Мао, если он сосредотачивается, то может читать мысли человека на расстоянии до 500 метров. Даже может попасть в подсознание человека. Для тебя, что полагается на свою голову, умный и худший противник. 500 метров. Хотя я об этом думал, что есть и другие люди, у которых может быть гиас. Ты заключила с ним контракт? 11 лет назад. Хм, так получается он мой наставник. Так что, этот крутой наставник мой враг? Его цель я. Хоть он тебе и враг, но он не стремится тебя убить. Это я понимаю. Обычный враг мог бы просто раскрыть личность зеро армии или полиции. А он только Шерли рассказал. Какие особенности его силы? Кайфует. Гиас Мао силен. В отличие от твоего, он не ограничен числом применений и наличием зрительного контакта. Получается, у него нет слабых мест? Пожалуй, я бы назвала слабостью то, что Мао не может выключить свою способность. Он слышит мысли всех окружающих постоянно. Хочет он того или нет. Ага, постоянные. Постоянные действия. У парня хаос в башке. Поэтому в нем наушники. Нет, ему фигово. Ооо. Ему надо валить из библиотеки. Ему бы... Во. Вот поэтому он ее слушает. Ты проснулся, Мао? Си-си, я не могу без тебя жить. Даже здесь меня. Я уже иду к тебе. Интересно, а на чем вызывал... Если Мао может читать мои мысли, то полагаю, что он будет целиться в мои слабые места. Давненько мы не оставались здесь только вдвоем с тобой. Даже Саика иногда бывает на женат гол. Начиная с сегодня, я какое-то время буду сидеть дома. В последнее время ты так часто отсутствуешь, братья. Нашел какую-нибудь по-настоящему интересную игру? Вроде того. Текущего противника довольно тяжело победить. Мне интересно, что же он, мой человек, если заставил тебе такое сказать? Ты не говорил так мне о конкурсе старшего брата, Шнайзеля. Ага, так, интересно. Извини, но без лицензии я не могу тебе ничего продать. Кстати, ты из Китайской Федерации? Ооо, даже несмотря на то, что Черным Рыцарем продаете? Прошлый вторник, 23.00. Вашего связного звали Вульф. Это кличка, разумеется. Кто вы? Вы же мне поможете, да? Со всем, что мне нужно. Я понимаю, что защищать твою сестру необходимо, но сидеть и ждать его это... Я послал Черных Рыцарей на его поиски. А что, если он в токийском поселении, а не Гетто? Это будет пустой тратой времени. Тебе бы следовало использовать меня как приманку. Его цель я. Поэтому мне следует... Скажи, если я продолжу пользоваться Геасом, стану таким же? Ага. Или так получилось, потому что он не выполнил свою часть договора с тобой? Каждым использованием твой Геас будет становиться сильнее. Но тот, кто не сможет контролировать свою силу, будет ей поглощен. Даже знание-то ты все равно заключила эти контракты? Со мной и с Мао? Да. Жестокая ты женщина. Представить не могу, чтобы ты была кому-то нужна. А до этого... Мао не смог выполнить свой контракт. И поэтому ты его бросила? Каковы условия договора? К слову, кстати. Но ты мерзавка! Почему ты не разобралась с ним, когда бросила? Не лишила его силы или жизни? Из-за того, что ты не завершила дело, Ширли! Чтобы разобраться с Мао, нам нужно разделиться. Я буду жить в соседней башне. В соседней? Там проходят собрания студсовета. Мне наплевать. Предоставляю улаживание вопросов тебе. Нифига себе! Ну и... Медосмотр? Он обязателен для всех пилотов наэтмеров. Понял. Хорошо. Встретимся завтра после школы с тобой. Слушаюсь. Ах, да, Сесиль. Есть ли способ устроить мне аудиенцию с принцессой Юфимией? Хочешь с ней встретиться? Забудь, чтобы получить аудиенцию, нужно быть по меньшей мере рыцарем чести. А разве граф не может что-нибудь сделать? Кто я? Ну да. А, он граф? Ой, так вы граф? Я сам офигел? Ой, мне так неловко. Он настоящий аристократ-транжир и не может разграничить для себя работу и игру. Лишь на несколько дней. И если бы вы могли закрыть для посещения клубный дом... Не то, чтоб я не могла, но... Слушай, неужто кто-то узнал, что ты принц? Меня не раскрыли. Только семья Эшфордов знает, что я еще жив. Эшфорда, говоришь? Что-то не так? Лишь, мне пора на свадебную встречу. В этот раз могу и не выкрутиться. Что мне, по-твоему, делать? Но... Это... Голова! Ширли? Ты вернулась к утренним тренировкам? С сегодняшнего дня опять начала. Нет смысла оставаться печальной навсегда. Не стоит взять у тебя пару уроков позитивного мышления. Ой, о чем это вы? Вы тоже? Вы же тот парень. Тоже ходите в эту школу? Ты шутишь? Мы в одном классе. Что? Нет, не думаю. Что? Хватит уже. Ширли, начинается. Бегу! До встречи, Глоба! Ого. Да, об этом мы не подумали. Мы малость повздорили. Она ведет себя так, будто тебя не знает. Какая милая забава. Извиняюсь, но не могли бы вы нам подыграть, пока она не остынет. Конечно. Полагаю, это продлится довольно долго? Да. Думаю, да. И еще как долго. Даже слишком долго. Я не барыгури френом ищу. Разве не сказала, что мне нужен азиат по имени Мао? Единственный азиат. Китай. Это дневные чернорабочие. Может, у копов спросишь? Ненавижу копов. Тогда спроси помощи у черных рыцарей. Если ищешь путь на черный рынок в поселении Египта, то лучше идти к ним. Это мне все говорят. Потому что это очевидно. О, странно. Что же случилось? Что ты искала? Мой дневник. Что-то никак не могу его найти. О? А ты его не выкинула? Не в жизнь. Старел у него дневник? Да. Прошу нас простить, Зара. Мы все еще не нашли этого парня. Мао. Ясно. Попробуем задействовать информаторов из Киота? Нет. Пока продолжайте поиск в Канто. Свяжитесь со мной, если что-то узнаете. Вас поняли? Хорошо. Сожжись, как обычно. Мао может читать мои мысли в пределах 500 метров. Но, с другой стороны, это условие может помочь мне предсказать его действия. Интересно как. Все равно, что ставить шах одной пешкой. Кончились идеи? Ставить шах. Сколько не размышляй, ты придешь к одним и тем же выводам. Похоже на то. Думаешь, у нас получится действовать сообща? Да. Ага, спорим, это он? Давай. Да. Это я, Лоло. И Си Си там же, правда? Хочу поговорить с ней приватно. Дай ей трубку. Интересно, интересно, что мне хочет. Ну, понятно. А, к слову, я совсем забыл, что Огий Йор... Вы проснулись? Да. Почему вы были там без сознания? Как вас зовут? Си. Меня зовут. Меня зовут. Супер. Неужели ваша память? А как насчет Зера? Когда я вас нашел, вы говорили... Кто такой Зера? Что я делаю? Я фактически предаю его, а теперь еще и это. Я правда не знаю. Ничего. Простите. Не ожидал. Я смог раздеть вас с закрытыми глазами, но вот одеть. Хотя в комнате теплое, я думал, что все будет в порядке. Ага. С закрытыми глазами. По крайней мере, ищет уже меня подобрал добрый человек. Возрадуйся, Лилуш. Пришло время нам с тобой прощаться. Я помирилась с Маус. Предаешь меня? О чем ты? Я никогда не считала нас с тобой друзьями. Правда? Всего лишь соучастниками. Стой! Неожиданно. Ты действуешь совсем как Мау. Си-Си. Ты слишком много обо мне знаешь. Я не могу дать тебе вот так просто уйти. Ты думаешь, что они подействуют? Не уходи. Останься здесь со мной, Си-Си. Гиас на меня не действует. Я ведь тебе говорила. Успокойся. Я не расскажу ему о тебе. У тебя останется твой Гиас. Мау, больше никогда тебе не встретится. Твоя помеха исчезла. Поздравляю. И прощай. Что за бред это сейчас был? Они что, разыграли что-то, да, перед ним, когда он звонил? Сто процентов. Результаты психотестов обнадеживающие. Хотя, похоже, что твои показатели, касающиеся дисциплины и жизни, немного завышены. Это создаст для меня проблемы? Для солдата они великолепны. Ты не считаешь, что подсознательно сравниваешь себя со своим отцом? Возможно, этот обои движет. Довольно частые явления у детей знаменитых личностей. Генбо Куруруги, бывший премьер-министр Японии. Знаю, что он был великим человеком. О, как. Что-то у раба и остальные опаздывают. Кстати, какая ирония встречаться в таком месте, вам не кажется? Мемориал премьер-министра Куруруги. Предатель, покончивший с жизнью, после того, как мы решили стоять насмерть. Прекратить. Так вы отрекаетесь и от генерала Катаса, который тоже себя убил. Разыскиваемый Тодо, лестность подтверждена. Всем подразделениям приготовиться к задержанию. Слушаемся, милорд. Я ознакомился с планом реорганизации ОЧР. Есть пара моментов, которые хотелось бы доработать, но в основном идею я понял. Я ознакомлюсь с ней, Оги. Благодарю вас. Следующая версия. Добавь таблицу, прогнозирующую работу всех ячеек как единой группы. Поговорим позже. Последняя проверка для меня, да? Ты посмотри на нее. Витхард. Он британец, но оказался даже более полезным, чем я ожидал. Не исключаю, пока что он шпион, однако... Теперь дошло. Звонок от Мао. А для меня не дошло. О чем речь? К слову, а не опасно вообще-то включать целый... Чего-то напоминает комикс с... Си-си! Какая ты тихая! С Джокером. Ты единственная, чьи мысли я не могу читать. И вправду лучше всех на свете. Вижу ты, как всегда, ребят. А я бы предпочел, чтобы ты называла меня своим принцем на белом коне. В конце концов, я сюда за тобой приехал. Разве ты не рада, Си-си? Мао, разве я не говорила тебе раньше? Ты и я. Ой, да ты тогда просто шутила. И ведь ты же меня так сильно любишь. Спасибо тебе, Мао. Прекрати! Замолчите! Расслабься. Слушай только мой голос. Вот так. Раз мой разум единственный, который ты не можешь читать, а успокаиваешься только когда мы наедине, то я останусь с тобой навсегда. Да. Я с тобой. Я как спокоен. Си-си! Ты та единственная! Ты всё, чего я хочу! Плевать мне на Лелуша! Если ты пойдёшь со мной! Прекрати! Интересно, почему? Мне следовало бы сделать это с самого начала. Почему? Что между ними? Это я, Си-си. Ага. Я буду ждать в Кловисленде. Приходи одна. Как всегда эгоистично. Если не придёшь, мне нужно будет всего лишь раскрыть личность Лелуша. Я могу уничтожить его в любой момент. Поэтому она это сделала. И возрадуйся, Лелуш. Пришло время нам с тобой прощаться. Что? Приходит и уходит, когда сама захочет. Тяжело понять такую эгоистичную девчонку. Дурёха. Я знал, что ты не сможешь в меня выстрелить. Всё-таки ты меня любишь, Си-си. Ошибаешься. Я лишь использовала тебя. Что ты такое говоришь? Не надо врать, не надо. А в целях чего? Ложь это очень, очень плохо. Но не беспокойся. Я же всё понимаю. Си-си, слушай. Я построил дом в Австралии. Белый, красивый и очень тихий маленький домик. Но чтобы попасть в Австралию, нам нужно будет лететь самолётом. А ты слишком большая, чтобы я мог взять тебя в самолёт, Си-си. О, всё ясно. Вот поэтому... Я сделаю тебя компактной. Всего в один момент. Дааа. Пай, ты так. Ты меня нестишь? Нет же. Нет, 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 нет. Это выражение моей благодарности тебе. Так вот ты где. Классное выражение. Там, где голоса окружающих не будут тебя беспокоить. Таких всего пару мест. Лилуш. Без визуального контакта. Максимальный радиус действия твоего геоса 500 метров. Он не достанет меня на токийской телебашне. Точно, точно. Ну и... Что теперь делать будешь? После всех затраченных на взлом этой системы усилий, планируешь атаковать меня игрушками на дистанционном управлении? Или пустишь в код свою красноречие и уговоришь меня сдаться? Эй, ты что, язык проглотил? Если ты хочешь получить Си-Си, то почему бы тебе... Мау, ты же не полагал, что Си-Си это её настоящее имя, верно? В смысле? А я его знаю. Её настоящее имя. Это правда, Си-Си. Ты мне его никогда не говорила. Так почему назвала такому, как он? Ты же знаешь, почему это? Потому что Си-Си моя. Си-Си принадлежит мне, Мау. Не твоя! Не твоя! Не твоя! Не твоя! Не твоя! Не твоя! Она всегда была моей задолго до того, как встретила тебя. Я получил её всю без остатка. Включая такое, что тебе и не снилось. Ну и... Абсолютно всё. Идеолог. Я луж! Покажись мне! Я луж! Иди сюда! Выйди ко мне! Я загляну тебе в голову и сам всё проверю! Будь ты проклят! Жеть! Мау, ты проиграл. Что ты болтаешь? Плевать, я забираю Си-Си. В любом случае ему нельзя было здесь быть. Должно быть какой-то действительный командир. Может быть, мы со мной так же. Может, мы тут теряем время? Не отвечаю. Нет, я только возбуду. Нет, нет. Всё будет хорошо. Это длинный луж? Неизвестно. На вечерстояние. Кроме того, их много. Не смешно! Бросай оружие и сдавайся! Ага. Откуда они здесь взялись? Внимание, похититель! Бросай оружие и сдавайся! Па-полиция! Кто им сообщил? Угадай. Милуш? Он всех... Всё понятно. Он всех... Зомбировал. Он же только что был на телебашне! Ты что, дурак? Это было всего лишь занятость. Не правда! Ты же... Ты же со мной разговаривал! Ты такой предсказуемый! Пособность читать мысли и стащила тебя! Ты смог предсказать все мои ответы? Не имели чепухи, маленький гадёныш! Если даже меня арестуют полиция, я быстро окажусь на воле! Заткнесь уже, казаключик! Никого ты не одурачиваешь! Простойте, вы не сдавайте! Он думает, что на него нашло его то, что он сделал печально! Заткнитесь! Прекратите надо мной смеяться! Си-Си рассказала мне! Ты не можешь выключить ГИОС, и радиус действия зависит от концентрации! Ты использовал целый экран, чтобы меня отвлечь? Всё равно! Я могу сделать ещё кое-что, и тогда ты точно проиграешь! Что? Попробуй сделать, и простишься с жизнью! Лилуш, подожди! Если я с ним поговорю... Чёрт, азвай, я умру! Слушайте, полицейские! Вон тот парень! Террорист! О, не все! Мао! Так, Си-Си-Ку. Прощай. Мао был шестилетним сиротой, когда я заключила с ним контроль. Чтение и письмо, родительская любовь, понятие о добре и зле. Он ничего этого не знал. Говорит Эхо-3. Это было запланировано, заложница на свободе. Что? А как же приказ доставить? Гиас, который получил от меня Мао, отдалил от него людей. Поэтому я стала его лучшим другом, его возлюбленным. И в то же время оставалась для него незнакомкой. Что за... Я была единственной, кого он считал человеком. Я была для него всем миром. Си-Си. Я не намерен проигрывать Гиасу. Я собираюсь контролировать силу и пытаться совладать с ней. Буду пытаться изменить мир. Буду пытаться и выполню оба желания, твое и свое. Я выполню контракт, который не смог выполнить он. Что за контракт? Поэтому... Лилуш. Это было утешение? Жалость? Или проявление твоей ко мне привязанности? Все понемногу, мне кажется. Это контракт. Теперь я предлагаю его тебе. Да будет так. Все понемногу. Я принимаю твой контракт. Это единственный человек, который с ним честен на 100%. Да. Да. Если честно, такого персонажа, как Мау, слишком быстро слили. Если честно, я немножечко даже разочарован. Ну, теперь мы больше... Ну, побольше узнали. На самом деле, мне некоторые ребята, некоторые подписчики в комментариях это уже объяснили, что каждый геос зависит от характера персонажа, от характера самого человека, и каждый из него индивидуален. Также мы узнали, что геос становится все сильнее с каждым использованием. Мы тут как раз наблюдали за тем фактом, что у Мау геос уже на таком уровне, что он невыключаемый. Поэтому он носит все эти... Поэтому он в наушниках крутит постоянно запись CC, потому что, чтобы заглушить те голоса, которые вокруг него, это его сводит с ума. Между прочим, это намного глубже персонаж, чем кажется на первый взгляд. Но до этого доберемся. Пока что Мау отодвинем. Парочку таких пасхалочек, которые нам тут показали. Во-первых, очень было интересно разговор Лилуша со своей младшей сестрой. Когда та сказала, что ты нашел какую-то хорошую игру, тот сказал, что что-то вроде этого. Один игрок очень интересный. И она сказала, и она ответила ему, что ты не говорил так с тех пор, как играл с нашим старшим братом Шнайзелем. Вот это было интересно. То есть у него есть старший брат, который постоянно с ним играл в шахматы, и который его постоянно обыгрывал. Может быть, он его вообще научил играть в шахматы. Я очень надеюсь, что этот персонаж рано или поздно появится. Так, мы так и не поняли. Кстати, я вообще забыл об его договоре с CC. Вообще, в чем смысл этого договора, ты его знает. Вообще, что он должен сделать? Что он должен выполнить? Бог его знает. Отдельный что? Подпункт этого контракта не знать, что за контракт? Это бред. Ну ладно. Вот теперь... А, да, еще кое-что. Мы мельком увидели Тоду. Тода пришел. Тода пришел. И, кстати, мне очень... Господи, вот то, что мне не понравилось, то, что мы не увидели, что там... Тоду схватили или не схватили. Он был на могиле премьер-министра Куру-Руки, отца Судзаку. И снова же мне подписчики уже написали. Спасибо вам огромное. Что это был друг семьи. Что это был очень близкий для премьера-министра человек. К примеру, министру этому такое двухсмысленное отношение. Некоторые считают его предателем, некоторые считают его героем. Такой, как Тода. Тода абсолютно, кажется, понимает его решение капитулировать. Но многие не понимают этого решения. Но Тода понимает. Он дал, возможно, шанс продолжить борьбу с этим... Своей сдачей. Что ж, теперь вот к Мао. Мао на самом деле очень трагичная личность. Это сирота шести лет. И китаец, как я понял. Я не знаю, как там Сиси с ним столкнулась. Но Сиси с ним стала очень близка. Она подарила ему Гиз. Сперва она была ему старшей сестрой. И потом стала возлюбленной. Ну, все вместе. Я вот не понимаю одной вещи. Почему она его не воспитала так, как надо. Вполне может быть, потому что она сама не очень общительная. Ну, знаете, за тысячу лет Бог знает, что может произойти с человеком. Мораль смывается. Человек становится равнодушным. Равнодушным Бог знает, сколько таких Мао у нее было за века. Ну, не видно. Но не казалось, что она к нему полностью равнодушна. Мао, читая мысли других людей, очень рано осознал все лицемерие человеческого «я». Вы представляете, маленький ребенок, ему говорят одно, а в мозгах у человека другой, и он это читает. Он знает, что точно думает человек, какие грязные мысли у него в голове. И представляете, ребенок все это выслушивает, выслушивает, выслушивает. Для него люди перестали быть людьми по одному факту. Потому что они алчные, они думающие только о себе, они жаданные. И он это очень хорошо успел на себе почувствовать. Это у него проигрывается в голове каждый день. Вы представляете, 6 лет. А Си-Си-Си-Си было единственным для него человеком. Это был ангел, которого он не мог прочитать. И он видел перед собой не человека, у которого в голове каша-малаши, бог знает, какая грязь, а простую девушку. Сперва визуал. Он слышал только ее речь, на которой он анализировал ее характеристику, ее характер. Для него это был самый близкий человек, потому что он не мог прочитать, а потому что перед ним было абсолютно идеальное существо, у которого не было этих плохих мыслей. Может быть и есть, но он этого не знал и не читал их. Плюс с ней ему было хорошо, потому что было тихо, было спокойно, шума не было в голове. Она, помните, в прошлой серии сказала, я никогда не думал, что ты когда-нибудь появишься на людях. Он скрывался ото всех по одной простой причине. Он просто, у него в голове был поток человеческих мыслей, которые он не мог остановить. Поэтому он, скорее всего, жил в уединении. Но все-таки, знаете, в чем дело? Человек существо социальное, и он не хотел найти единственного человека. Хотел жить с единственным человеком, который... Он ощущает одновременно тишину и одновременно покой. Человек существует... Ну, как я повторюсь, человек существует социально, ему нужно общение. Но нужно общение чистое, а не такое, как у него. Лилуш, между прочим, очень умный и смог его обыграть по одной причине. Когда Мао не слышит мыслей другого человека, он не может его проанализировать, не может построить диалог так, чтобы сломать своего оппонента. А Лилуш это умеет делать. Вот поэтому он и проиграл. Тот слишком надеется на свою способность. А Лилуш нет, кстати. Лилуш, между прочим, редковато использует свою способность. Только в самых крайних случаях и очень грамотно. Что ж, это была пятнадцатая серия Код Гес, восставший Лус. Благодарю вас, что смотрели это вместе со мной. Если вам понравились мои комментарии после видео, моя реакция во время просмотра, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал и... Удачи!